Доброго всем дня, друзья мои. Остается пару последних недель для переобувки, но погода радует, и даже в нашем регионе еще плюс 12 градусов. Поэтому только начинают тянуться очереди наши на монтаж. Конечно же, сейчас самый разгар для покупки зимней резины, и в этом году я все же выпущу свой традиционный ролик про топ-5 зимних шипованных шин. В 2023 году такого ролика не было, по понятным причинам. Какие-то производители уходили с российского рынка, другие продавали свои заводы. В общем, была полная неразбериха. Сейчас ситуация более-менее выровнялась. Честно хотел назвать ролик топ-5 импортных зимних шипованных шин сезона 2024-2025, но поймал себя на мысли, что сейчас большинство наши. Однако есть и те, кто не ушел и прекрасно себя чувствовал. Конечно, сейчас по серому импорту можно купить и Континентали, и Мишлен, и Бриджтон, да много чего. Но сколько все это будет стоить, друзья? Поэтому мы берем шины, которые производятся у нас в стране, либо официально завозят. Кстати, напишите в комментариях, какую резину вы рассматриваете, по-серому или сделанную у нас? Ну, а я начинаю. Как обычно, про параметры подбора. Это будет шина в размере 205-55 R16, это самый популярный размер. Конечно же, только шипы. Это актуально на большей территории России. Возможно, про липучку будет на следующий год, но не на этот. Нам бы с шипами сейчас разобраться. Опирался на данные таких изданий, как Авторевью, за рулем частично шведского Технокенсварл. В общем, топ-5 получается интересный. Здесь только шины почти А-сегмента, про Б, С мы сейчас не говорим. Обязательно смотрите этот ролик до конца. Смотрите, какая интересная ситуация. Гисловед – это дочерний бренд компании Континенталь, который ушел из России и продал заводы нашим российским холдингам. Причем сам бренд Гисловед теперь принадлежит России, это наша собственность. Я даже был на перезапуске этого завода. Суть тут в чем? Вроде это тот же Гисловед, а может быть и не тот же. Потому как состав резины все же отличается. Также может отличаться рисунок протектора, а также шипы, особенно на других моделях. Поэтому сейчас только пятое место, еще много непоняток. Это резина что-то среднее между шипами и липучками. Здесь шипов всего около 70-80 штук на колесо, что по меркам шипов маловато. Но это уже и не липучка. На ледяном покрытии она ведет себя намного устойчивее. У нее асимметричный рисунок протектора, что делает ее более комфортной и в городских условиях. Банально вы не будете шуметь шипами по асфальту. Асимметричный рисунок прекрасно отводит влагу из протектора, а это значит, что она хорошо работает слякоти. Плюсы. Тихая по сравнению с конкурентами, особенно в городских условиях. Хорошо работает слякоти снежной каши. Прекрасно работает на снегу, умеренное сцепление на ледяном покрытии. Минусы. Не так много шипов проигрывает конкурентным на ледяном покрытии. Также чуть хуже себя ведет на сухом асфальте. Пока непонятно, это тот же гисловед или не тот. Цена сейчас около 7500 рублей за колесо. Можно рассмотреть для покупки. Все ссылочки на резину я оставлю в описании. Компания Hankook никуда не уходила и поставляет шины в Россию. Шипованная резина это Winter I-Pike RS2. Появилась она еще в 2018 году. Это было обновление резины. Кстати, RS2 как раз и обозначает, что это второе поколение. Это направленная зимняя шина, которая имеет большое количество шипов. Если не ошибаюсь, там около 200. Также есть специальные прорези рядом с шипом, что помогает ей прекрасно держаться на льду. Зубчатые прорези и кромка позволяют прекрасно разгребать снежные завалы. Плюсы. Если посмотреть различные рейтинги, Hankook Winter I-Pike RS2 прекрасно себя ведет на льду и снежной дороге. Находится в числе лидеров. Минусы. Резина достаточно шумная, а также средний себя ведет на мокрой и сухой дороге. Цена за 205.55 R16 сейчас около 8780 рублей за покрышку. Ссылка также будет в описании. Давайте отдельно про компанию Pirelli. Когда все иностранные бренды вдруг собрались уходить, эта компания осталась и спокойно выпускает шины и по сей день. Причем все технологии, все поставщики, рисунок, шипы и так далее остались на таком же уровне качества, за что им отдельный респект. На третье место я поставил шины Pirelli Winter I-Zero. Это первое поколение шин, они появились еще в 2015 году, но получились настолько удачными, что производят их и по сей день. Хотя есть уже и второе поколение, но проект чуть ниже. Она имеет направленный рисунок протектора, большое количество шипов, которые, кстати, тут сделаны в виде галочки. Они имеют двойной сердечник, то есть очень прочные. Благодаря своему направленному протектору, эта шина прекрасно копает и заснеженные преграды. Плюсы. Прекрасное сцепление и торможение на ледяном покрытии хорошо себя ведет на заснеженных дорогах. В рейтингах всегда занимало высокие позиции. Минусы. Шумные на асфальте, средние показатели при снежной каше, а также сухом и мокром асфальте. Цена за покрышку 205-55 R16 около 9080 рублей. Можно сказать, это баланс цены-качество. Все ссылочки также будут в описании. У Айкон такая же ситуация, как с Гесловед. В России под Питером сейчас производят Айкон автограф Айс 9. Вроде та же, как и Элита 9. Но как признавались сами производители, что тут есть отличия в составе, поставщиках, если я не ошибаюсь, даже немного отличается рисунок протектора. То есть вроде их Экапелита та, да и не та. Непонятно, как она себя покажет на длительной дистанции. Хотя все шансы на успех тут однозначно есть. Именно поэтому пока только второе место. Экапелита 9 изначально появилась в 2017 году. Кстати, после нее выпускалась и десятка. Однако автограф Айс 9 это именно приемник 9 поколения. Эта резина была всегда зубастой. Шипов на ней очень много. Около 200-220 штук на покрышку. Причем они разные. По центру применяются одни, а вот по бокам другие. Сцепление на льду тут отличное. Направленный рисунок протектора. Причем у него много прорезей в центральной части, похожих на букву V. Благодаря чему она лучше работает в глубоком снегу. Рисунок протектора тут изрезан боковыми отводами. А также есть прорези в центральной части, что позволяет резине хорошо работать по снежной каше и хорошо отводить влагу. Многие журналы подпихивают тестирование именно Хакапелиты 9, что я считаю не совсем правильно. Ведь шины отличаются. Пусть немного, но отличия все же есть. Поэтому каких-то глобальных тестов именно автограф Айс 9 сейчас маловато. По плюсам все же осталось прекрасное сцепление и торможение на льду. Также она прекрасно копает глубокий снег, хорошее боковое удержание. Кстати, стоит отметить, здесь есть пожизненная гарантия до износа протектора в 4 миллиметра. По минусам. На сухой и мокрой дороге ведет себя не так эффективно. Цена за покрышку в 16 размере около 10 тысяч рублей. Ссылочки на нее также в описании. Пирели Винтер Айс Зеру 2. Да, друзья, опять Пирели. Но это шины на данный момент топ на российском рынке. Это лично мое мнение. Это второе поколение, поэтому и название Зеру 2. Первое и второе поколение продаются параллельно. Как был, скажем, у той же Хакапеллит. И продавалось и восьмое, и девятое одновременно. Производитель очень сильно переработал шину. Появилось много чего. Нужно отметить, что это самая свежая модель из топа. Она стала на производство в 2020 году. Начну с того, что осталось от первого поколения. Это только шипы. Они такие же, сделанные в форме галочки с двойным сердечником. Однако, около шипа появляются специальные контейнеры, которые убирают ледяную крошку. Здесь также большое количество шипов, около двухсот на покрышку. Сцепление на льду на высоком уровне. Протектор тут направленный. Разной длины. Сделанные в форме V прорези на шине улучшают отвод влаги и снежной каши. Ламели, сделанные в форме зигзага, сокращают путь на всех типах дорог. 3D ламели плечевой зоны и улучшенный снегозацеп и позволяют резине работать намного лучше в глубоком снегу. Есть и разнонаправленные каналы, которые помогают при трогании на льду и торможении. Кстати, эта резина собирала много призовых мест в различных тестах и рейтингах. В частности, шведского Technicans World. Она лучшая по многим показателям. Плюсы. Сцепление на льду, проходимость снегу. Хорошо себя показала на мокром и сухом покрытии. В осином тесте была на втором месте с очень высоким показателем. Минусы. Она намного тише, чем оппоненты в списке, но с липучкой, конечно же, ее не сравнить. Все же на ней много шипов. Тише только, наверное, гисловед. Но там шипов в два раза меньше. Цена за размер 205-55 R16 около 11700 рублей. Да, не дешево, но это премиальная шина, от иностранного бренда, которая производится у нас в России. Это для тех, кому нужно максимальное качество. Ссылочку на нее я также оставлю в описании. А какую резину, друзья, рассматриваете вы сейчас? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне интересно. Этот же топ про шины только А-класса. Бюджетные шины мы здесь не берем. Для тех, кому нужно качество, надежность и хорошие характеристики. Можете рассмотреть любую шину с любого места. Не нравится вам первое место? Смотрим там третье, второе, ну или четвертое. Буду, друзья, вам признателен за лайки под видео, поддержку ролика, комментарии. Ну, а у меня, друзья, все. Искренне ваш автоблог.